МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Речь шла о мерах поддержки отдельных субъектов Федерации. Дмитрий Медведев отметил, регионы справляются со сложной экономической ситуацией, выполняют все социальные обязательства благодаря достаточно сбалансированной, взвешенной бюджетной политике. Правительство России намерено уменьшить финансовую нагрузку на регионы, заменив коммерческие займы менее обременительными бюджетными кредитами, а также снизив процентные ставки. Во-вторых, мы и дальше будем консолидировать субсидии регионам, постепенно снижать долю финансирования расходных обязательств за счет региональных средств. Конечно, нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы улучшить общую инвестиционную ситуацию, предпринимательскую активность, подумать, какие дополнительные источники доходов можно передать на региональный уровень. Может быть, выделить средства из федерального бюджета на завершение уже начатых проектов, там, где это дает наибольший эффект. Что касается Чувашии, уже принято решение о реструктуризации кредита концерна «Тракторные заводы» в размере 32 миллиардов рублей перед синдикатом банков. Михаил Игнатьев поблагодарил правительство России за поддержку, а также за выделение дополнительных 55 миллионов рублей на реализацию республиканской программы снижения напряженности на рынке труда. В программе предусмотрено оказание финансовой поддержки работникам 10 организаций республики. Чувашская республика получила из федерального центра более 200 миллионов рублей на улучшение жилищных условий детей-сирот и молодых семей. 34,5 миллиона поступили в бюджет Чувашии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В республиканской казне в 2015 году на софинансирование этой статьи также предусмотрено 80 миллионов. За счет выделенных средств из бюджета в двух уровней, благоустроенными жилыми помещениями, по договору найму будут обеспечены 117 человек. 158,5 миллионов из федеральной казны предусмотрено для приобретения или строительства жилья молодыми семьями. В консолидированном бюджете Чувашской республики на эти же цели предусмотрено 227 миллионов рублей. По предварительным расчетам, за счет указанных средств смогут улучшить свои жилищные условия около 550 молодых семей. Два дня в Чувашии работает главный онколог страны Михаил Давыдов. За это время он провел несколько мастер-классов для коллег и принял участие в открытии телемедицинского центра. Что изменится после этого в работе онкологической службы республики в нашем сюжете. Главный онколог России оперирует больного с опухолью пищевода и комментирует каждое свое движение. Ассистируют ему наши хирурги. У мастера есть чему поучиться. Михаил Давыдов вернул десятки тысяч людей к жизни, когда их жизнь практически закончилась. Директор Российского онкологического научного центра лично проводит по 3-4 операции в день, а некоторые длятся по несколько часов. При этом доктор находит время, чтобы делиться опытом и передавать мастерство коллегам из регионов. Уже известно, что один из хирургов республиканского онкодиспансера Чувашия уезжает вместе с Михаилом Давыдовым на стажировку в его центр. И это только первая ласточка. Сегодня мы практически поработали с хирургами диспансера. И, должен сказать, у меня очень приятное впечатление от уровня квалификации и мастерства специалистов, работающих здесь. Есть над чем поработать еще дополнительно, но самое главное, есть базовый уровень, высокая культура, задачи и понимание этих задач. Мне кажется, что в принципе специализированная помощь Чебоксара в ближайшее время будет доведена до уровня европейских стандартов. Вместе с Михаилом Игнатьевым главный онколог России открыл телемедицинский центр, отметив, что это еще один шаг к повышению качества жизни. Мамологи всех районов республики теперь связаны с телекоммуникациями не только друг с другом, но и с Российским онкологическим научным центром. Тем самым у них появилась возможность коллегиально рассматривать снимки и сверять диагнозы. Нас слышно? Она же видна? Видна. Ну, прекрасно. Рак груди – одно из заболеваний, где своевременная диагностика и лечение чаще всего заканчиваются благополучно для пациентки. Но, к сожалению, это один из самых распространенных онкологических диагнозов. Поэтому врачи уделяют этой проблеме столь пристальное внимание. Онкодиспансерия надеются с помощью телемедицинского центра приблизиться к ее решению. Представляете, теперь женщина с района, любого района республики, и не надо, ей будет перемещаться никуда, ездить даже, не надо приезжать в Чебоксар, и тем более не надо ехать в Москву в Ронц. Мы этот снимок сложный, непонятный, мы отправляем в Москву. Москва нам выдает свое заключение. Нам же объясняет, что мы должны были увидеть на этом снимке. То есть мы учимся. И при этом мы сразу ставим диагноз, выносим свое заключение, для того, чтобы понимали клиницисты дальше, что с этой женщиной делать. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня вечером близ деревни Синьял-Котяки Цивильского района произошла серьезная авария с участием маршрутки. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Киа выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с маршрутным автобусом Форд. Водитель и пассажирка легковушки в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В медицинские учреждения также попали шесть взрослых и шесть детей, направлявшихся в маршрутном автобусе из Чебоксар в Янтиково. Есть информация, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства произошедшего и личности пострадавших устанавливаются. Сегодня в Ибресе началось судебное заседание в отношении 34-летнего жителя Ибресенского района. В феврале этого года он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение, в котором погибли шесть человек. В лобовом столкновении погибли 22-летний помощник оперативного дежурного отдела МВД по Ибресенскому району, его супруга, полуторагодовалая дочь, мать супруги и еще две пассажирки. Обвиняемый в ходе следствия свою вину не признал, показав, что 20 февраля употребил спиртную со своими друзьями, после чего ничего не помнит, так как был сильно пьян и очнулся только в больнице. Однако его вина подтверждается как показаниями очевидцев происшествия водителей и пассажиров, проезжавших мимо автомобилей, так и заключениями ряда судебных экспертиз. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему может сгрозить до 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Чувашские полицейские задержали так называемых барсеточников. Молодые люди, приехавшие к нам из Удмуртии, специально прокалывали колеса автомобилем, чтобы затем похитить ценные вещи из салона. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Кражу барсетки из салона Митсубиси зафиксировала камера видеонаблюдения. На ней хорошо видно, как в тот момент, когда владелец подкачивает колесо, неизвестный похищает его сумку, в которой находились 25 тысяч рублей. Обратившись к заявлениям о хищении, чебоксалец помнил, что до этого он заезжал в банк по Московскому проспекту. В ходе проведения противно-ростных мероприятий в районе банка сотрудники уголовного розыска привлекли внимание два молодых парня, которые передвигались на автомашине 18-го региона Ижевска. Наблюдали за окружающей обстановкой, наблюдали за людьми. Позже машину полицейские обнаружили возле кафе по Игерскому бульвару и выставили за саду. Тем временем злоумышленников сдержал наряд вневедомственной охраны, прибывшей в одно заведение. Оттуда поступило сообщение, что буянит двое клиентов. Уже в отделе полиции установили, что это как раз те молодые люди, подозреваемые в краже барсетки. Лица ранее были задержаны также за кражи барсеток, специализировались на хищениях барсеток путем прокола колеса. Стражи порядка располагают информацией, что за те три дня, которые молодые люди находились в Чебоксарах, они пытались обокрасть около десятка автомобилей, предварительно проколов шины медицинскими иголками. Если вы оказались в подобной ситуации, просим обратиться по телефону. 24 14 39 или 02. 020 сотового телефона. О буднях сотрудников полиции СМИ рассказывают довольно часто. О праздниках значительно реже. Как соединить День любви и верности со службой в правоохранительных органах? В нашем сюжете. Букет цветов для любимой жены. Муж не забывает радовать свою вторую половинку. Дмитрий и Оксана Семенова рассказывают, познакомились во время прогулки в парке и сразу обратили друг на друга внимание. В момент их встречи супруг помнит, будто это было вчера. 99 год, 13 января. Тогда еще совсем молодые мы были. Какие-то там амбициозные, может быть. Красивая, прекрасная девушка была со своим каким-то таким неповторимым характером. С той судьбоносной встречи уже прошло 16 лет. Сейчас Дмитрий и Оксана счастливо живут в браке и воспитывают дочек Аню и Лизу. Старшая Аня радует своих близких игрой на пианино. Уже несколько лет она занимается в музыкальной школе. У Оксаны и Дмитрия общая не только семья, но и работа. Они трудятся в органах полиции. При такой занятости возникают и проблемы. Это и задержки до позднего вечера, и ночные дежурства. В такие моменты забота о младшей Лизе ложится на плечи старшей дочери и близких. Но, как отмечают супруги, общая работа делает их семью только крепче. Друг другу полностью мы понимаем. Если бы, наверное, не понимали, не было, наверное, счастья такого. И семей бы не было. Только, наверное, в этом основной момент. Ну и в детях. Дети все-таки цветы жизни нашей. Таких семей, как Семеновых, крепких, дружных и счастливых должно быть как можно больше. Ведь это основа любого общества. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Сергей Репчиков, Республика. Спасатели городских пляжей готовятся к очередному наплыву отдыхающих. В жару здесь невозможно найти свободного места. Причем далеко не все горожане заботятся о своей безопасности. В каком состоянии сейчас находится уровень пляжной культуры и как уберечь детей от несчастных случаев, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Это сейчас на Чебоксарском пляже немноголюдно. Обычно по выходным здесь собираются более тысячи горожан. Спасатели говорят, что большинство отдыхающих забывают о правилах поведения на воде. Это может привести к печальному исходу. У нас в республике с начала 2015 года на водных объектах зарегистрировано 27 происшествий. 24 человека погибло, 4 из них спасено. К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха, можно отнести собственную обеспеченность граждан, нарушение элементарных правил на воде, отдых детей без присмотра взрослых. В большинстве случаев трагедии происходит во время распития спиртных напитков. Из-за беспечности взрослых в конце июня на столичном пляже погиб ребенок. Позже следователи выяснили, что родители попросту не заметили, как маленькая девочка заплывает в запретную зону. Спасатель с 10-летним стажем Александр Андреев говорит, что так поступает большинство отдыхающих. Хотя уберечь детей от несчастных случаев возможно с помощью специальных надувных нарукавников. С их помощью ребенок уже не уйдет под воду. Они недорогие, рублей 40-50 стоят, а жизнь наверняка спасут. Кроме этого, что купили, еще их надо брать с собой на пляж. Как правило, спрашиваешь родителей, ой, у нас есть, но мы забыли. А когда что-то случится, готовы все отдать, а уже поздно будет. Всецело полагаться на спасателей все же не стоит. Против тысячи отдыхающих их силы неравны. Круглые сутки здесь на посту дежурят только три человека. Поэтому советуют в МЧС, приходя на пляж с детьми. Родители должны следить за ними постоянно и не отходить ни на шаг. Медрик Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Русское географическое общество выделило средства на создание учебного пособия «География Чувашской республики», специально адаптированного для слабовидящих детей. Его автор Зоя Трифонова также подготовила учебник «География Чувашии» для общеобразовательных школ республики. Консультировали ученого председатель общества слепых Юрий Сергеев и директор специальной библиотеки Лилия Васильева. Учебник будет издан в московском специализированном издательстве «Логовос». Слабовидящие школьники республики получат карты, выполненные рельефно-точечным способом. Издание планируют завершить к ноябрю, а к началу учебного года авторы проекта готовят аудио-уроки по географии Чувашии. Сейчас звукорежиссеры Национальной телерадиокомпании завершают работу над диском. Аудио-уроки будут отданы в 600 школьных библиотек республики, а также в чувашские национально-культурные центры по всей России. А до ноября планируется провести серию семинаров по географии Чувашии для слабовидящих в специализированной библиотеке. Помимо издания самого учебного пособия рельефно-точечным способом, мы решили к этому учебному пособию издать вторую часть в виде карт. И это наша изюминка. Мы планируем серию уроков, которые будут проводить студенты-волонтеры Чувашского государственного университета. И на этих уроках именно студенты будут давать знания о природе, о населении, о хозяйстве Чувашской республики. Кроме того, мы планируем экскурсии в самые интересные географические места республики. Но одно из первых – это выезд в национальный парк Чуваш в Ирмане. И опять-таки слабовидящие дети глазами и устами студентов-волонтеров будут познавать географию Чувашской республики. В День знаний с новым стадионом. В Чебоксарах начали реализацию программы по строительству спортивных площадок у школ. Как ведутся работы и какие требования предъявляют к подрядчикам, показали журналистам. Эта школа уже давно нуждается в новом стадионе. Спортивная площадка сейчас не отвечает современным требованиям. Хотя в этом микрорайоне она пользуется большой популярностью. Каждую зиму здесь заливают и хоккейную коробку. Долгожданный подарок школа получит уже этим летом. Сейчас здесь обустраивают новый стадион и благоустраивают прилегающую территорию. Что входит в этот стадион? Это малые спортивные формы. Это полосы препятствий, две новых. Это тренажеры под навесом. 14 современных тренажеров антивандальных. Это баскетбольная площадка, огражденная, многофункциональная. Волейбольная площадка, два футбольных поля. Будут скамейки, будут дорожки. Освещение у нас очень хорошее на площадке. Мы вырубим деревья с хвостой, озеленение будет. Будет асфальт на территории у нас. Большая серьезная сумма выделена в порядке полутора миллионов на асфальтирование. Теперь в Чебоксарской администрации к ремонту в образовательных учреждениях подходит комплексно. Где-то необходимо положить новый асфальт, а где-то отремонтировать фасад. На то, чтобы привести в порядок школы, детские сады и лагеря, из городского бюджета было выделено более 100 миллионов рублей. Кроме того, необходимо отметить, что администрации города выбрана жесткая позиция по работе с подрядчиками. В частности, это 30-процентное обеспечение контракта. И подрядчик понимает, когда входит на школу или в садик на работу, какие обязательства он несет перед городом. Кроме того, это жесткие сроки, это встреча с подрядчиками еженедельно, это план график, который они должны выполнять. В случае не выполнения сроков или некачественной работы ведется претензионная работа. Пока претензий к работе подрядчиков у администрации города не возникает. Работы должны быть выполнены в срок. В Чебоксарах этим летом планируют обустроить 9 новых пришкольных стадионов. Екатерина Абрамова, Дмитрий Ковалев, Республика. С 16 по 19 июля Швеция примет чемпионат Европы среди юниоров по легкоатлетике. Спортсмены, которые отправятся отстаивать честь России, уже определены. В их числе и воспитанницы Чувашской республиканской школы спортивной ходьбы Клавдия Афанасьева и Мария Лосинова. Всего в состав российской сборной вошли 48 сильнейших легкоатлетов-юниоров. Скороходки из Чувашии завоевали право участвовать в чемпионате континента по итогам прошедшего в мае Кубка Европы. Именно тогда в испанском городе Мурсия Клавдия Афанасьева стала первой, а за ней финишную прямую пересекла еще одна наша землячка Мария Лосинова. Так, эта двойная победа дала девушкам путевку на чемпионат Европы. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Продолжение следует...